По переписи 1920 года в ТСР проживало всего 2 миллиона 800 тысяч человек 50 национальностей. Основу почти поровну составляли татары и русские. За 100 лет население выросло на четверть, а представительство разных народов большой семьи республики увеличилось почти в три раза. Сейчас национальностей 173. Изначально в ТСР городов во главе со столицей Казанью было всего 12. Чистополь, Елабуга, Бугульма, Арск, Буинск, Лаишевск, Мамадыш, Свиярск, Мензелинск, Спаск, Тетюши. Сейчас их в два раза больше. Крупные города современности выросли из маленьких поселков. Набежная Чуны развивалась вместе с союзным КАМАЗом. Нижнекамск с нефтехимом, Альметьевск с нефтянкой. И уже в наши дни возник и самый молодой и инновационный город России Иннополис. Сейчас гаражам в республике 74%. Для сравнения, 100 лет назад 90% населения это сельчане. К своему столетию основные экономические показатели республики выросли не то, что в сотню, в тысячи раз. Так, если в начале 20-х годов бюджет составлял 8 миллионов рублей, то теперь эта цифра превысила 270 миллиардов. 25 июля 1943 года буквально из-под земли возникла ведущая отрасль республики. Из скважины в Лениногорском районе извлекли первую тонну нефти. Тогда это стало настоящим прорывом и определил еще один путь развития Татарстана. За 70 лет от нефти разведано более 100 месторождений, добыто более 3 миллиардов тонн нефти. С начала 30-х годов в ТССР, как во всей стране, началась масштабная индустриализация. Старые производства решено реконструировать, а еще с нуля построить новые заводы. За годы первых пятилеток на предприятиях республики число рабочих, техников и инженеров увеличилось с 3 до 16 тысяч человек. На смену мануфактурам и фабрикам пришли заводы и комбинаты. Заработали более 100 крупных предприятий. Возникли и новые для республики отрасли. Машины строения с мощной оборонной промышленностью, энергетика, нефтехимия. Где сейчас на Танека дошли до дистоплива Евро-5. Сейчас Татарстан один из самых индустриальных и инновационных регионов страны. На заре своего становления республика была чисто аграрным регионом. В 30-е годы урожайность в колхозах была всего 10 центнеров с гектара. Сейчас это 30-40 центнеров. Наше сельское хозяйство одно из самых технологичных в стране. С чипированными КРС, роботизированными комплексами и техникой на грани фантастики. Действуют крупные агрохолдинги и тысячи фермерских хозяйств. В здравоохранении в 20-е главная надежда была наземских врачей. Почти каждый второй ребенок умирал, не дожив до 5 лет. А средняя продолжительность жизни едва доходила до 50 лет. Сейчас в Татарстане детская смертность менее процента. А люди в среднем живут до 74 лет. В республике работают сотни больниц и поликлиник. Проводятся высокотехнологичные операции по пересадке сердца, печени, почек. В 20-е годы всеобщее бесплатное образование только появилось. По опросам грамотным себя мог называть только каждый пятый. В обучении большая заслуга принадлежала медресе. Сейчас Татарстан один из главных образовательных центров страны, куда едут учиться со всего мира. Открытая Академия наук, вузов о голове с Казанским, который стал федеральным 30. Работают сотни СУЗов, более 2000 средних школ, инновационные лицеи. О развитии культуры можно судить по театрам. К 20-м годам было много передвижных труб. Самое известное – Саяр. Своё собственное издание имел коллектив нынешнего Качаловского. В начало 20-х годов появилось издание у татарского драм-театра. Со временем открылись Камаловский, Тюзо, театр оперы и балета, детский и кукольный. Культуру в массы несли во всех жанрах. Сейчас в Татарстане 22 театра, 12 – государственные. В районах активно развиваются народные театры. Спустя почти полвека в ТССР появляется и свой государственный симфонический оркестр. Под руководством Назипа Жиганова он стал известен во всём Союзе. Сейчас славные традиции продолжает Александр Сладковский. Менее чем за век столица ТССР Казань из уездного города превратилась в миллионник и отметилась вё тысячелетие. Татарстан с успехом провёл крупные мировые соревнования, универсиаду, футбольные и водные мундиали. Теперь это республика, о которой знает весь мир. Дмитрий Иринин Алмаз, Зейдинов, ТНВ, Казань. Программы и фильмы на сайте ТНВ.ру и на YouTube канале ТНВ. Подписывайтесь.